Юно-армейцы средней общеобразовательной школы номер 47 побывали в лыжном походе. Недавно вернулись из города Тулы. Своими впечатлениями поделятся с нами командир юно-армейского отряда, преподаватель основ безопасности и жизнедеятельности школы номер 47 Петр Борисович Скляров и юно-армейцы, ученица 10-го А-класса Екатерина Ларионова, ученик 9-го А-класса Даниил Чиркин. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Петр Борисович, первый вопрос к вам. Что это было за мероприятие? Почему вы поехали в Тулу? Это мероприятие было организовано правительством Тульской области и тульским отделением юно-армии, региональным штабом. Начальник штаба города Севастополя Владимир Владиславович Коваленко оказал нам такое доверие. Наш директор Козлово-Недвижительное поддержало инициативу. И ребята в составе 8 человек полетели на это замечательное мероприятие. Интересно, а как отбирали ребят? Ну, в основном по степени подготовленности. То есть из тех ребят, которых мы уже занимаемся, у нас не первый год спортом. Я их возил раньше в Сочи на горно-лыжные, заниматься горно-лыжным спортом. В Москве тоже тренировались на лыжах. Поэтому у ребят уже базовая подготовка была, редко, но ребята уже владели навыками лыжной подготовки. Екатерина, а Тула и Севастополь, чем они отличаются? Или наоборот, может быть, что-то общее есть между этими городами? Тула и Севастополь — это два города-героя. Севастополь более молодой город, а Тула имеет древнюю историю. Эти города отличаются, пожалуй, своими постройками, но присутствует общий дух патриотизма, который объединяет эти города. Само отношение к ветеранам, к историческим событиям в обоих городах предсветает дух патриотизма. Вас еще пригласили в город Ефремов, насколько я поняла, да? Даниил, а для чего? С целью патриотизма, собравшего 11 регионов России, чтобы пройти по местам боевой славы ВОВ в 137-й стрелковой горьковской дивизии. И какие исторические события послужили причиной для организации вообще этого мероприятия? Да. Послужил лыжный переход с 37-й горьковской стрелковой дивизии, который происходил с 14 по 29 ноября 1941 года. Изначально там находилось 14 тысяч человек, но на момент перехода осталось активных штуков всего 806 человек. Солдаты были уже истощены к тому моменту, но они мужественно преодолели этот переход под командованием полковника Гришни. Очень интересно знать, как вам, севастопольцам, в принципе, пришлось именно в той обстановке, да, в снегу, на лыжах. И хотим попросить еще даже режиссера показать нам фотографии, ваш фотоотчет об этом и прокомментируйте. Было действительно непросто. Первые полтора километра очень уставали руки, было непривычно. Но потом мы приноровились и остальные километры мы уже шли в свое удовольствие. А какие-то творческие мероприятия при этом были? Да, кроме спортивных мероприятий, также было показательное выступление, напоминающее визитку. После визитки был красочный концерт и дискотека. А что там было еще интересного вообще для вас, для всех? Из интересного, пожалуй, вот посмотреть на сами города, которые отличаются своей древнейшей историей, отличаются своей флорой и фауной. Там бескрайние просторы, а у нас горы. Так а где же вы еще побывали? Пока ехали там, посравнили просто лес берез и наши можжевельники, уже была, конечно, разница большая. Высочайшие деревья просто оставили неизгладимый след и впечатлили нас. Вообще, конечно, Тула славится своими музеями, музеем оружия, самоваров, пряников. К сожалению, в силу обстоятельств нам удалось посетить лишь один музей. Конечно, хотелось бы изучить лучше историю города и участвовать в дальнейших подобных поездках по разным городам. А сколько дней вы там были? Три дня, получается. Ну и самое интересное, самое главное, для чего, в принципе, это бы все происходило, и дети на себе почувствовали, что если даже в мирное время, в сопровождении МЧС, всевозможными, в комфортных местах с ночлегом, то есть на мирное время, это было детям, в принципе, тяжело, они на себе почувствовали, преодолев эту дистанцию, каково было людям, то есть без лыж, как нам рассказали там на месте, то есть утопая в снегу, потому что буквально, если с лыжи спадают, сходишь и по поезд проваливаешься в снег, то есть такая глубина снега. А каково им было с пушками, то есть пробираться по этому пути, дети на себе почувствовали, насколько это действительно было, тем более под обстрелами, то есть во время боевых действий, каково было то время нашим предкам, поэтому все дети это поняли, на себе почувствовали. Всё равно, знаете, у меня даже как-то вам завидую белой завистью, потому что на лыжах никогда не каталась. Вообще, каково это, в принципе, вот встать на лыжи? Я понимаю, что да, было сначала трудно, потом стало легко, но всё равно, вот ваши первые ощущения какие? Непривычно. Да, это какие-то непередаваемые ощущения. Поначалу действительно трудно, потому что тяжело стоять на снегу людям, которые видят снег, то есть раз в несколько лет, можно и так сказать. Ну, как бы из всех ребят было только два региона, где ребята достаточно редко видят снег, это то есть Севастополь и Ингушетия. Но ничего, мы достойно справились. Мы их обогнали. И обогнали тоже, да, очень старались и преодолевали данные препятствия. Ну и там дело в том, что не ставилась цель именно победы, то есть именно нужен был лыжный переход. Ну и кроме того, как я говорил, ребята были подготовлены уже к горным лыжам спуском, а техника спуска на горных лыжах отличается от беговых лыж. Там и крепление, если на горных, два крепления, а на беговых только одно. То есть и форма лыж, и длина лыж, и размер. То есть мы ощутили, что именно на беговых мы были первый раз. Раньше были на горных лыжах. Поэтому ребят сначала было очень непривычно. Но в конце, вот именно конкретно Катя, на второй день, они были в первой досадке в первый день. Я там подбирал хвосты отстающих, вот в конце строя, кто вставал, им там помогал. А потом на второй день, нет, мы будем впереди. Поэтому они успешно в первой досадке. Там было очень много команд, много людей, 11 регионов со всей России. Поэтому конкретно они, двое, были всегда впереди. Понятно. Было много регионов, действительно много ребят. И все-таки вы же приобрели, наверное, новые знакомства какие-то. Подружились? Да, были общительные ребята. К нам хорошо относились, помогали. В целом замечательные отношения. То есть и организаторов, и также самих ребят. Очень многие действительно позитивные, общительные ребята. Мы приобрели новых друзей. И вот до сих пор общаемся, со мной приписываемся. Может быть, какие-то уже даже новые проекты вместе затеваете? Нет такого еще? Ну, все впереди. Что-то есть такое, в принципе, в задумках, планах? Ну, хотелось бы. А вообще, вот так вот вы вернулись из Тулы, да? Вообще, чем вас этот город, в принципе, впечатлил? Понятно, что самовары, тульские пряники. Но что-то еще было? Ну, вооруженный магазин был. Ну, не магазин, а музей. Ну, там музей. Там потрясающие, то есть были виды оружия древнейшего, резные. Нам показали устройство, то есть самого оружия. Водили по музею. Он пятиэтажный. То есть там, да, и там везде голограммы, то есть все на высочайшем уровне. То есть каждый механизм, начиная от первых самых видов огнестрельного оружия, когда еще шомполом забивали, то есть это все в голограмме, в динамике показывают пошагово, как все происходит. И так во время эволюции, как развивалось оружие, по каждому периоду своя голограмма. То есть это, конечно, все великолепно, шикарно, на четырех этажах. Это просто ходили, открыв глаза, открыв рты, впечатления незабываемые. Все-таки хотелось бы еще узнать, вы не только школьники, но вы и юно-армейцы. Вот каково это быть юно-армейцами сегодня? Это двойная ответственность на вас, наверное. Я думаю, это потрясающе, потому что действительно, где еще может собраться столько ребят, которые действительно хотят помочь своей стране, развить дух патриотизма, просто поучаствовать во множестве мероприятий вроде «Зорницы», «Рубежа», то есть где могут даже девчонки там собирать и разбирать автомат. Кстати, одно из моих любимых. А еще что вам нравится, Екатерина, вот как девушки? Как девушки? Ну, не знаю. Стрельба. Стрельба, кстати, действительно. Лучше, чем мальчики через некоторое. Ну, Данил у нас чемпион по стрельбе. А Данил, вы чемпион по стрельбе, да? Ну, да, в школе. Надо же. А вам что нравится именно в вашем движении, да, быть юноармейцем? Что для вас? Ну, помогать в развитии патриотизма в своей стране, участвовать во множество мероприятиях военно-спортивных, военных, бывать в патриотических местах. Я могу добавить, что сначала, когда в школе пытались движение юноармии, так сказать, начинать, сначала все относились к этому с опаской, как-то с небольшим таким, с осторожностью, но постепенно, когда дети поняли, что, оказывается, это не только шагать, хотя и шагать-то сейчас тоже все разжиглись и готовятся к смотру песни. Сейчас будет Зараница, рубеж, ребята участвуют активно в всех соревнованиях. Это сейчас будут уже в ближайшее время? Ну, и в ближайшее время будет, допустим, Зараница будет в марте, в апреле будет военно-патриотический рубеж, где тоже наш юноармейский отряд будет участвовать. Ну, и в мае, на День Победы, там, опять же, начальник штаба Севастополя доверил участвовать в параде, поэтому мы интенсивно к этому готовимся. В пятницу у нас будет смотр строя песни «Школьный», производим отбор лучших строевой подготовки. Сейчас зажглись, сейчас и школа на ушах, все шагают, потому что там отряды взвода и так далее. Ну, и плюс теперь дети поняли, что, оказывается, движение юноармии организовывает. Вот недавно было, мы принимали участие, был День Зимних Видов Спорта, тоже в Мусоне на катке, были целые соревнования, мы принимали участие. Дети были очень просто в восторге из всего этого, потому что было организовано бесплатно именно движение юноармии. И теперь они, оказывается, не только шагают, и стреляют, и на лыжах катаются, на коньках катаются. То есть, возможно, насыщенная программа. Нас возили, опять же, большое спасибо начальнику штаба Владимиру Владиславовичу, лично нас возил на крейсер «Москва» ракетный. То есть, дети ходили тоже в восторге, смотрели этот крейсер. Нас не просто поводили по крейсеру, завели в кают-компанию, напоили чаем с печеньем. Поэтому это все было, конечно, просто великолепно. И дети теперь в восторге. Теперь нет отбоя от желающих, все пытаются попасть в юноармию. Поэтому движение очень интересное, интенсивно развивается. Думаю, все будет замечательно. А в вашем отряде сколько человек, вы сказали? Изначально оно считывалось порядка где-то 20. Постепенно сейчас у нас уже... Увеличивается, да? Под сотню будет. Мы уже не считали просто... Понятно. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. Приходите к нам в гости еще с новыми какими-то проектами интересными. Все. Спасибо большое. Спасибо. А это была программа «В контексте». Оставайтесь с нами. Увидимся. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok